И какой же русский не любит быстрой езды? Известная многим фраза найдет живой отклик у многих водителей. Но как далеко можно уехать, превышая скоростной режим? И насколько важны сэкономленные секунды вашей жизни? Вопросы важные, но риторического характера. Правда, совсем не риторически к вопросам безопасности подходят сотрудники госавтоинспекции. Они часто проводят профилактические рейды, где напоминают водителям о необходимости соблюдения правил. С начала текущего года по причине превышения установленной скорости движения на территории Брестской области зарегистрировано 18 дорожных аварий, в результате которых 2 человека погибли и 20 получили травмы различной степени тяжести. В четырех случаях, превышая скорость движения, водители находились в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудниками госавтоинспекции на постоянной основе выявляются и пресекаются факты нарушений скоростных режимов водителями транспортных средств. При этом на территории области функционируют 114 стационарных датчиков контроля скорости. К административной ответственности водители привлекаются согласно статье 18.13 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Автомагистраль М1 – трасса, где постоянно проезжает огромное количество легковых грузовых машин-мотоциклистов. Трафик активный. А потому место для проведения профилактического рейда хранители дорожного правопорядка выбрали не случайно. Здесь любителей опустить педаль газа в разы больше. К слову, водители габаритного транспорта, которые в основном передвигаются по трассам и находятся в дороге большую часть дня, лучше других знают цену необдуманного лихачества. Почти ежедневно видишь аварии. И тяжелые, и не очень. Сам несколько раз попадал в аварии. От отбойника легковая машина отлетает и летит под тебя, и ты уже ничего не можешь сделать. Штраф – самое безобидное, что может быть за несоблюдение правил дорожного движения. Во избежание нарушений со стороны водителей скоростного режима во время профилактического рейда в задачу инспектора ГАИ входило предупредить и напомнить о правилах, чтобы дорога для всех участников движения была безопасной. Тут есть люди, есть животные, велосипедисты. Всякое может произойти. Много людей, много остальных. Может другое транспортное средство быть технически неисправным. И на 180 нельзя проконтролировать это все. То есть ограничитель – это наш ребенок. Да, так что мы особо не превышаем, особо не ездим. Двигаемся чаще на грузовых автомобилях. Они там тихоходные 90-100, то есть не поедешь больше. Я считаю, что вот эти правила придумали для того, чтобы их соблюдать. Потому что не соблюдая правил, будет анархия. Из разрешенного диапазона скоростей всегда выбирайте ту, которая позволит вам полностью контролировать процесс управления автомобилем, советуют инспекторы. И главное, не забывайте, что вы не единственный участник дорожного движения, а значит необдуманным поступком на дорогах не место. Субтитры создавал DimaTorzok